Привет! Очень много подписчиков интересуется вот этим вот замечательным господином Бендером. Я хочу разыграть этого поднимающего настроения товарища. Печатать я буду конечно же из вторичного пластика. Вот из этих замечательных бутылок, отдыхая на курортах Краснодарского края, я позаистовала с клумбы вот такую замечательную солнечную подсветку. Попробую вставить ее в господина Бендера, чтобы глобус у него светился. Печатать органы я буду вот на этом замечательном малышеке Бальчише, но к сожалению я убил у него полностью ковер. Да и пофигу я нажаловался Георгию в компанию Кингмун, на что без промедления они мне подогнали вот такую ультрабазу. Конечно же можно было взять и вырезать стекло 18 на 18 сантиметров, но я даже понятия не имею из какого материала. При нагреве алюминиевый ствол все равно деформируется. Данное стекло уже не позволит такого разврата при высоких температурах. Посмотрим как оно себя поведет в дальнейшем. Вообще не буду запариваться с креплением, кину поверх магнитной поверхности и закреплю канцелярскими прищепками. Стол на месте, сейчас наколду немножко пластика и печатать. На улице минус 40, хорошо что не плюс 40, а то бы сейчас от жары сдох. Надо найти пару бутылочек для бендера, потому что у меня нет темного цвета. Вон как, аж воздух замерз, точнее частицы воды. На самом деле мороз при такой температуре не совсем чувствуется, потому что воздух становится сухим. Бывали и похлеще морозы. Думаете гуляние в такую погоду экстремально? Нет! Экстремально искупаться в крещенские морозы в минус 40. Температура как на экваторе, только с минусовым значением. Что-то я отвлекся, ведь эти цвета нужны мне только для глаз блендера. Остальной материал у меня уже есть. Не знаю, может построить какой-то полуавтоматический станок для нарезки PET бутылок? Или все-таки продолжать руками тянуть? Советуйте! Стол протяжки, да скорее всего я заморочусь в следующем году и построю что-нибудь новое, чтобы вариант был намного проще чем этот. Настало время напечатать комплектующие господину Бендеру, который доставится кому-то из вас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начало этого знаменитого произведения искусства в 90-х под названием Крафтверк я специально оставил без своей озвучки. В молодости я поменял свой ваучер на кассетный плеер, чтобы Крафтверк всегда был со мной. Эх дурак, мог бы поменять на акции Нурникеля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На прорисовку всех деталей этого знаменитого робота у меня ушел почти день. Еще два на печать этих деталей, которые в видео промелькнут за 30 секунд. Именно ради этой детали я ходил по морозу. Уж очень мне хотелось приблизить персонажа из сериала Футурама к более естественным цветам. Деталей получилось не один десяток, которые будут крепиться на алюминиевом скелете для того, чтобы руки-ноги Бендера были подвижными. Странно, но материал отпечатался с каким-то серебряным отблеском. Ну просто кукла, я думаю это будет скучно. Я хочу напихать в него немножко электроники, чтобы глаза светились у товарища Бендера. Приступим! Схему конечно можно было собрать и самому, но зачем? Есть же готовое решение. Я не знаю, что служит в качестве энергетического накопителя. Скорее всего ионистор. Это некий гибрид конденсатора и аккумулятора. Светодиоды хочу поставить 3 миллиметрового диаметра. Соединю их последовательно. При таком соединении ток потребления будет всего 20 миллиампер. Какая кровожадная башка у Бендера получилась. Преимущество этой схемы в том, что не надо никаких батарей. Вся схема работает автономно. Скелетом для рук и ног послужит алюминиевая проволока. Она более подходящая и гибкая для таких изделий. Подобного вида самоделку с автономным энергонакопителем и автоматическим включением в ночное время. Я вынашивал с тех пор как позаимствовал ночную подсветку в сачах. Спустя год мысли материализовались. Такой необычный способ склеивания пластиком отлично заменит клей. Я хочу чтобы руки независимо поворачивались друг от друга. Для этого предусмотрены пружины. Но к сожалению у меня их нет. Где же их взять? Да и сделать самому. Вот из этой стальной струны. Осталось укоротить провода и уложить грамотно всю электронику чтобы ничего не болталось. Вот он сексуальный красавец и герой сериала Футурама. Интересно, а может прибарыживать ими поклонникам Футурамы? Как считаете? Господин Бендер готов! Это не игрушка для спиногрызов. Это скорее всего подарочный коллекционный экземпляр. Разыграю я его среди своих приятелей. Только после того как мы разыграем вот этот замечательный 3d принтер. Который уже пришел. Он новенький в коробке. Следом пойдет товарищ Бендер. И после него вот этот вот замечательный фотополимерный принтер. На котором печатал Иван. Все ссылки чтобы посмотреть что это за замечательные станки под видео. Плюс там же регистрация. Не упусти свой шанс. Получи на халяву один из станков стоимостью 15000 рублей. Немедленно регистрируйся. Ребята, пора объединяться и делать что-то вместе. В связи с этим я создал несколько групп WhatsApp. Я не приглашаю туда всех. Только тех кто активно будет участвовать в разработке того или иного проекта. Фотки детей, кошечек или вашей корпоративной пьянки в этой группе неприемлемы. Также молчаны или скажем так наблюдатели будут тоже удаляться. Давайте быть серьезней. Будут три группы. 3d печать и переработка вторичного пластика, электроника и альтернативный источник энергии. Ссылочки под видео. Недавно мне с Китая пришел очень один интересный аппарат. Вот это вот замечательная мельница. У нее 36000 оборотов в минуту. Представляете? Хотите посмотреть как этот реактивный двигатель работает? Пишите. Возможно это будет в следующем видео. Те кто смотрит меня в инсте уже почти полностью увидели видео. Как я печатал этого замечательного и кому-то в будущем принадлежащего бендера. Так что переходи в инсту. Куча ссылок под видео. Но я с вами не прощаюсь. Не болейте и храни вас Господь. До встречи! Подписывайся на инсту и смотри первым мое новое не отмонтированное видео. Между съемок я часто кидаю рабочие куски от снятого материала.